ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, амигас! Не успели отечественные виртуальные патриоты нарадоваться выходу новейшего танка Т-14-Армата? Прочитать и посмотреть миллион статей и фильмов о нем, в которых говорится, что это первый танк с необитаемой башней в мире, первый танк четвертого поколения, что он на 8, а то и на 10 лет опережает все западные образцы, что он практически неуязвим и что все на свете его теперь боятся. Нет, я не говорю о том, что танк плохой, просто все эти статьи и фильмы предлагают фапать вам практически на каждую гайку в этом танке, рассказывая, какая она уникальная. Совершенно на серьезных щах на первом канале в новостях рассказывали, что у танка Армат есть уникальная возможность разворачиваться на месте. Для этого наши лучшие умы придумали такое шасси, в котором одна гусеница крутится вперед, а другая гусеница крутится назад. Я вам серьезно говорю. Подробнее я расскажу, когда буду делать видос про этот танк. Скорее всего, это будет осенью, когда Армата снова поднаберет онлайна, чтобы массово взорвать пердаки. Ну а пока тревожная новость. На гусли нашего новейшего супертанка наступает мощнейшая военная сверхдержава Иордания, в которой с личного благословения короля Абдулы II, да-да-да, разработали боевой необитаемый модуль Фалькон. Кстати, совместно с другой военной сверхдержавой Южноафриканской Республикой. Не, прикиньте, ЮАР, как кажется, танки разрабатывает. Я думал, они там до сих пор вместо перестрелок бумерангами перебрасываются. Они нихрена себе. Ну да ладно. В итоге это детище ЮАР и Иордании водрузили на платформу от Челленджера и в 2003 году впервые представили публики. И теперь, по прошествии всех этих лет, вы можете купить этот танк Warmered Warfare в составе коллекционного издания Диктатор за 3 с лишним тысячи рубасов. Довольно странная цена при таком-то авторитетном производителе. Лично я бы от этих ребят даже велосипед не купил. Ну давайте посмотрим, что за танк нам предлагают купить. Итак, в игре этот танк называется Челленджер 1 Фалькон. Ну потому что платформа от Челленджера, а уже модуль Фалькон. Но на самом деле танчик в оригинале называется Тарик. Так что Челленджер 1 Фалькон это такой рекламный код от Mail.ru, как я понимаю. Все тот же корпус от Челленджера, все тот же снарядоприемник. И никакой абсолютно навесной брони, в отличие от Челика. Насколько я помню, когда я качал еще Челленджер 1, без этой самой навесной брони, вот этой вот, меня в нижний лист драли вообще все, кто хотел. То есть в него снаряды заходили как член в рукомойник. И только прокачав в ПВЕ вот этот композитный экран, уже можно было выходить на нем в ПВП. Но с тех пор, видимо, танчик поправили, раз уж он перестал пробиваться в НЛД на своем левеле. И, соответственно, Фалькон, попадая на льготный уровень боев к семеркам, также пробиваться туда не будет. Однако, когда онлайна на льготный уровень боев для вас хватать не будет, вы будете попадать к восьмеркам. И уже на восьмом левеле такие танки, как Ариета, такие как М11-28, ну и, конечно же, Т-90 с пробоем в почти что 600 мм брони станут вашими лучшими друзьями, которые будут дуплить вас в этот НЛД. Ну, теоретически, если, конечно, у этого донаторского танка НЛД не зашили за счет какой-нибудь бронекапсулы, в которой сидят танкисты. Хотя ее там нет, по описанию, во всяком случае, не было. Кроме того, ну, естественно, на бортах тоже нет экранов от Челленджера, которыми Челленджер танкует свой левел. То есть, на Фальконе их нет. И, кроме того, за каким-то хреном премиумный танк за 3000 рубасов пробивается в прибор на необитаемой башне. То есть, прямо вот сюда. В верхние две трети этого прибора он пробивается с частичным дамагом. А в самый-самый низ он пробивается с дамагом полным. То есть, если, особенно, кто-то стоит на возвышенности, то есть, по уровню выше вас, то он вас сюда пробьет с полным дамагом. И это прибор на необитаемой башне. Когда Армата вышла на ПТС, я помню, что в свой скворечник на необитаемой башне она тоже пробивалась с дамагом. Причем, вроде бы, с неполным, но достаточно с неплохим. Там, что-то процентов 70, что ли, было. После чего, как следует, на форуме панели, и теперь максимальный дамаг, который заходит в этот скворечник, это 200. 150-200 в среднем. Фалькон, как я сказал, пробивается намного-намного лучше. Хотя танк это премиумный за 3000 рубасов, повторюсь. С какого черта вообще в какой-то сраный прибор на необитаемой башне, в которой даже танкистов-то нету, заходит дамаг. Хотя, по сути, снаряд должен просто-напросто его отломить. Ну, не знаю, на мой взгляд, какое-то довольно странное решение. Стоит ли такой танк с дыркой на башне 3000 рубасов, я не знаю, решайте сами. Я могу только проверить, какой он в бою, к чему мы, собственно, сейчас и приступим. Ну что ж, действительно попал на льготный уровень боев, с этим не обманули. Другое дело, что попал на льготный уровень не только я, но еще и Ариета вражеская, которая меня в НЛД будет ошатывать. И даже две арты восьмого левела попали на льготный уровень боев к семерочкам. Обалденно. Ну что ж, карта для ОБТ. Танк на базе Челленджера обязан танковать. Точность у этого танка сейчас у меня 005. С топовым экипажем, я думаю, будет 004. Может, с каким-то чудом 003 даже натянет. Но снаряды летят у него как-то далеко от центра, мне кажется. Я считаю, этот танк крайне косым. В общем, игра на второй линии не для этого танка. УВН у него говно. Игра от башни невозможна с такими УВНами. Но вверх хорошо задирается, как у меня по утрам в 17 лет. А вот вниз вообще никак. Нету фугасных снарядов, к моему сожалению. Хотя многие считают, что фугасы в игре не нужны. А вот стоит, ну, метров за 400, за 500 от тебя шотный танчик. И у тебя, о боже, вот это лаги. И у тебя вариант. Либо ты ему люки будешь выцеливать своими бобсами. Либо фугасом с вертушки кинешь. Я бы вот лучше фугасом с вертушки кинул. Но фугасов здесь нет. Нету каза, как обычно на Челленджере. Поэтому ПТУРа приемник к вашим услугам. Не можешь снарядом пробить, кидай туда ракету. Так, вот внизу Челленджер. Ну, было бы неплохо с Челленджером, на самом деле, броней помериться. Но я думаю, что вообще не в мою пользу будет это противостояние. Я вот лучше... Как он... Среагировал. Опа, в б-укладочку. Видите, вот чуть-чуть скатился вниз по горке и все. Не, ну, в принципе, УВН что-то позволяет. Что-то позволяет накидывать. Но вот прям что-то, что-то. Если бы был УВН как у... А вот Ариет прикатила. Мимо, бам. Вот если бы был УВН как у Америкоса, да, М60 Абрумс, который... М60-2000. Вот был бы другой базар. И вот арта тут же накинула. Правда, всего-то на 141. Видимо, потому что попал снаряд в необитаемый модуль. Я вот не разглядел точно, куда она мне угодила. Но попадос был. А дамага нет. Вообще, арте его вроде как порезали, но... Я слышу только про паладин. В любом случае, она ничего мне не кританула. Будем считать, что... Боженька помиловал. Так, ну что, давай челленджер. Давай его вдвоем разберем. Смотри, у него там... Зеленеет что-то. Блядь, арта. Теперь сюда перевела. Она меня фокусит, походу. Либо она считает, что мой танк нереально опасен. Ну да, он же восьмого левела. Пофигу, что он. Не ахти какой. Ну, восьмого левела. В принципе, все верно делает. С точки зрения арты. Давай, обходи его. Ты же в маневр идешь вроде, нет? Нет, он починился. Ну что ж, выстрелом в гуслю я поставил его на аптечку. О, ну-ка, сейчас я... Ну, это будет красиво. Нет. Там вообще что-то зеленое блымает, но... Сука, он нихрена не пробивает. Вот я о чем и говорю, что у этого танка, когда ты стреляешь по зеленому маркеру, он нихрена не пробивает. Почему? А хрен его знает почему. Потому что вот так, видимо, надо. Нагиба за деньги здесь не будет. Челик наш продавил. Попал под два ствола. Ну, так бывает, когда ты, блядь, включаешь коробку передач вперед и вообще по сторонам не смотришь, едешь прямо. Действительно так бывает. Очень мудро на челике так танковать. Ждем. Ждем. Что еще делать на этом танке? Ждем, ждем. Я бы даже как-нибудь отъехал, наверное, вот так вот. Надежда на то, что вот тот вот челленджер, который играет с задней линией и Тэшка чем-нибудь мне помогут. Но я вот в это как-то с трудом верю. Вражеский челик вообще ссыкулявый. Он ни хрена не едет вперед. Ну, все это нахер не надо. Бам! Командир из танка вышел покурить. Но дамага, блин, вообще ни о чем. Также здесь Ариета. Бам! Боже, благослови, люк мехвода. Хоть куда-то можно нормально присунуть. Еще я стою по уровню повыше на ландшафте. Поэтому мне вообще сам Бог велел ему туда. Ой! Все, Ариета лопнула. Лопнула от снаряда паладина. Ну что ж, неплохо. Челик, челик, где ты челик? Интересно, а я челик про... Ой. Ой! Ой-ой-ой! Как его перекос... Перекособланило, скажем так. Смотрите-ка, неужели я в борт его пробил? Пробил. Сквозь экраны его не пробиваю. Ну я-то танк, хер ли, восьмого левела. У меня там пробой, кстати, не такой пробой, который бы позволил... Сколько пробить у меня? Пробиваюсь в 514. Я вот другого, другого такого фалькона в НЛД даже не пробью. А челика я пробил в триплекс. Ну, неплохо, неплохо. Нет, ну, к пушке. Кроме как к точности и скорости сведения у меня претензий никаких нет. Даже скорострельность в 7 секунд с дамагом, который вылетает. Ну, урон 515. Ну, это средний. Получается, что можно и больше, можно и меньше. В принципе, неплохо, я считаю. Совсем неплохо. Другой вопрос, что... Корпус и скорость... Г-г-г просто. Ну, вот опять же говорю, что Ариета в НЛД теоретически должна была меня ушатывать. Если бы у нее хватило пороху выехать и выстрелить, а не подставлять мне люк мехвода и не стоять за уголочком, прячь свою задницу, она могла бы и втащить хоть разом. Так, ну, арта уже умерла. Она еще об этом не знает, но она уже умерла. Надо как-то зажать 120 центов. Вот мы сейчас неприятно... А, я даже на комули переключусь. Сейчас, потому что неприятно-неприятно. Выйду сзади. Ну, для него неприятно. Я-то сзади люблю его. Если мне что-нибудь оставят, сейчас его обглодают, мне кажется, к моему приезду. 580... Ну, это остатки. Я добрал остатки, в общем-то. Догрыз остатки чентарика. Ну, и арту сейчас тоже, собственно, доедят. Без соли. Странно, там стингерик к ним подкатывался. Она что, его смела, что ли, да? Ай, ёпта-эть! В момент выстрела у меня ее скрысили. Мыши, мыши съели мой фраг. Ну, сейчас посмотрим, что там по бабу лесам. Это первая победа за день сейчас будет. Так что она будет с бонусами. Другой вопрос, что у меня премиум аккаунт и бусты даже закончились. Так что, в принципе, будет сейчас почти что чистая. Почти что чистая прибыль. Что важно для людей, которые покупают премиум танк, но не покупают премиум аккаунт. Но если вы купите вот это, если вы купите электронное издание Диктатор, вы получите премиум аккаунт. Там на сколько-то дней, я вот точно уже не помню. Урон 4 тысячи. Но я не топовый, естественно, в команде. И денег мне дали 285 тысяч. Из них чистого дохода 150 тысяч. А куда съели еще 100 тысяч? Ремонт и обслуживание на 40 тысяч я навоевал. А, это я бы с премиумом получил 245. А, 190. Я привык на эту цифру смотреть. Все правильно, 190. Да, но без премиума фармить, как вы понимаете, невозможно даже на премиум танке. То есть, видите, бустов нет, према нет, ничего нет. То есть, ну, нет смысла покупать премиум танк без премиумного аккаунта. Вот если была какая-то альтернатива, либо ты на премиум аккаунте играешь на обычной технике, либо покупаешь премиум танк и играешь без премиум аккаунтов, тогда, ну, я думаю, что премиум техника расходилась бы куда больше. Но в том особенности фри-то-плей игр, что, как бы, они условно бесплатные. А платить-то вам все равно придется. Уж они... Ну, уж эти разработчики умеют заставить вас раскошелиться. Никуда не денешься. Ну, что, давайте еще одну каточку. Вот вам и льготный уровень боев. Вот вам скидки для трудящихся всех стран. Вот вам седена в бороду, без ребро. И что там еще говорил Остап Беннер, когда Воробьяниного окучивал, я уже не помню. Восьмерки. Чисто восьмерки. Ни одной девятки, ни одной семерки. Восьмерки. Я вот хотел предложить сыграть от атаки, возглавить наступление, как бы, дабы испытать броню. Но в боях против восьмерок можно только сосямбу сделать, если затанковать. Но играть с задней линии на челленджере, это последнее, чего бы мне хотелось вообще в этой жизни. Давайте просто поеду я куда-нибудь за реактор на G-линию и попытаюсь... А вот еще один Falcon, кстати, этот чувак вроде не с пресс-аккаунта играет. Значит, купил кто-то за три тысячи. Говнища за три тысячи. Кто-то все-таки покупает их, я в шоке. Но кризис вроде... Нет, может и на стране. Я не знаю, нет. Если вы, как бы, пашете дочь какого-нибудь миллионера, то, скорее всего, она дает вам деньги на ваши игрушечки, то почему бы тогда танчик за три тысячи и не прикупить? Другой вопрос, что на всех дочек миллионера не хватает. У них вообще, как назло, по-моему, чаще сыновья рождаются, мажоры гребаные. Поэтому... Ну, не знаю. По мне три тысячи за игрушечный танчик дорого. Тем более за вот этот танчик три тысячи, это непомерно дорого. Он не нагибает. Он вообще не нагибучий. Льготный уровень боев раз на раз не приходится. Если вы купили этот танк уже, либо каким-то образом стали его обладателем, а может, он его в конкурсе выиграл, хера узнает, то срочно нам в форуме требуйте понерфить дамаг, который входит в этот долбанный телевизор на крыше этого танка. Этого быть не должно. Вообще никак. Башня необитаемая. Модуль, я думаю, что это не самый важный, если это не прицел какой-то. Я даже не знаю, что это такое, блин. Как бы я не нашел никакой схемы этого танка, где бы сказать, что это. Может, какой-то тепловизор, инфравизор, херу узнает, что это за хрень такая. Я не знаю. Но я не думаю, что вон, по бокам там тоже есть какие-то штуки. Я думаю, что вряд ли у танка прицел стоит на самом видном месте, чтобы его осколками тут же и повредило. Это какая-то просто борода, в которую почему-то в АВшке проходит дамаг. А это и причем фуловый дамаг. Фуловый дамаг в телевизор. Что дальше? Дамаг в антенке, может, блин, запилим? Чуваки, серьезно. Это не серьезно, это не дело. Так, Арьета сейчас зайдет в борт Т-90. Я вот сам хотел это сделать, но чувствую, не успею. Давай-ка вдвоем подналяжем на него. 526. Так, втащил. А дамаг-то у меня побольше, чем у Арьетки. Либо-то мне просто повезло. Так, 90-й в ангаре, блин. ИТ-шка. Мерзкая ИТ-шка пробила меня в мой жирный корпус. Вот, видите, дыра справа. Ну, сучья дочь, давай. Бам. Дэдушка. Какой оригинальный ник, боже мой. Дэдушка выхватил плюху. Так, Арьета, давай. Ну, Арьета, ты мне, честно говоря, немножко тут виды-то загораживаешь. Ой. Я думал, что этот ларек полностью ломается. Так, каким-то хреном она мне снова втащила почти на 600. Я даже боюсь... Ну, наверное, это в телевизор все-таки. Хотя движок повредило. Дырку я не вижу, где появилась. Арьета под прикрытием дымов решила сменить позицию. Не, мне здесь хорошо. Я на этом асфальто-укладчике не успею никакие позиции поменять. Втащу вот на 180. Опа. Стоило немножко поюрзать. И тут же ЭТШК промахнулась. Зато 90-й попал. У 90-го рядом стоит, блядь, три танка. И этот Чмырдяй, вот ему просто больше не в кого стрелять. Кроме как в меня, который стоит, блядь, от него за километр. Че, сука, за люди, блядь, такие, а? И, и, и он кинулся бежать. Он как бы плюх удал и поехал отсюда. Все, как бы все, пацаны. Больше я не при делах. Чем мог. Чем мог я бы... Герой. Просто мой герой на 90. Так, я бы еще... О, варер. Блядь, мое почтение. Ну, что за нахуй скорость полета, сука, у этих снарядов, сучек. Да, ну тут вообще, блядь, без сведения. Я не знаю, этот танк на штыковые атаки, блядь, рассчитан, что ли. Тут этот сраный бензовоз. Так, вареру кто-то должен напихать. Он рвется к нашей арте. Естественно, я его не догоню. Ни по прямой, ни по кривой. Блядь, ни по какой вообще. Вообще, XM-8 наш поздно заметил, что туда едет варер. Потому что на миникарту мы, видимо, не смотрим. Там ничего интересного для нас нету. Ну, едет какой-то варер. Ну, хер его знает, что он там едет. Да, арта уже умерла. Она еще не знает об этом, но она уже умерла. Самое время ехать, ну, куда-то к базе. Я не знаю. На вражескую базу, за вражеской артой я тоже не успею. Там есть ребята и побыстрее, которые ее заберут и без меня. А вот принять товарищей, которые едут с дамбы, еще можно успеть. При этом я получил 1800 урона, а я дал 1800 урона. Паритет. Домажный паритет. А чуваков, кстати, чуваки с дамбы, походу, уже никуда и не уедут. Что-то они там завезли. Да, все. Полный слив вражеской команды. Полная ее несостоятельность. Да, да, да. Не, ну, понятно, все. Я ничего уже не успею в этом бою набить. Дальше его даже смотреть незачем. Но факт в том, что, как бы видите, да, что когда танк попадает в бои с восьмерками, а он попадает в бои с восьмерками, начинаются просто фантастические пробития. Просто хрен знает куда. Вот даже дырку вижу только одну, а попаданий по мне аж целых три. С любых расстояний. В борта не в борта, в НЛД не в НЛД. Но, в общем, они... В общем, восьмерки этот танк разбирают просто на ура. И это факт. Так, ну вон варьер. Ворьер. Нет, я тут даже не заеду. Ладно, в жопу. Так, ну вот. Льготный, льготнейший, льготнейший ши уровень боев. Вот льготнее. Просто только пенсия, я не знаю. Я... А, и дезертот. И дезертот на пресс-аккаунте. Сейчас посмотрим, кто кого. Нет, я просто хочу, короче, протанковать как следует на Фальконе. Посмотреть, на что он способен. В бою на своем льготном уровне. Способна ли эта машина вообще вытанковывать хоть какой-то дамаг, хоть чего-то держать. Грусть. Дезертота какая-то грусть. Но, наверное, он не узнал меня. У меня же не козырный пресс-аккаунт, не именной. У меня просто 80. Хоть хорошо, не 69 дали с другой стороны. Чего же жаловаться? Есть же где-то... Есть же где-то пресс-аккаунт 69. Я не знаю. Наверное, Аннету его дали. Я бы алкашу его выдал. Ну так вот, сейчас, короче, я просто буду шпарить вперед прямо в атаку. Я надеюсь, что не наткнусь здесь на Фалькон, на другой. Потому что хочу вот именно против семерок протестить как бы. Пожалуйста, сводись ты быстрее. О-о-о! Вот успел, успел. Ой, успел. Приголубил. Ух ты, по броне-то не православный. А, визель, который, блядь, едет, не смотрит куда вообще. Ну, правильно, нахрен надо. Куда надо... Вот, сука, я вот давно говорил, что надо в автошколе. Первый вопрос задавать. Куда надо смотреть, когда твоя машина едет вперед? Вариант ответов. В зеркало заднего вида. В боковое зеркало. Назад, вперед, на ноги, на рычаг переключения передач. Я думаю, что половина, блядь, нынешних обладателей автомобильных прав. Ну, естественно, на ходу, фалькон, блядь. Ну, на такой скорости, на ходу не попадай, фаль... Фалькон! Ёптвою, фалькон! Ой, фаль... Ой, фаль... Флакон ты, ёптать! Челленджер, флакон. Ну, пожалуйста. Ну, почему ж ты, сука, такая мажешь-то, а? Челленджер, флакон. Вообще ни о чём. Ни о чём вообще точно. Бам, блядь, вот раньше Т-80 в люк с критом пробивался, блядь. Вот это, вот-вот времена были, а? Вот летит ПТУР. Естественно, не в меня почему-то, вот не знаю почему. Бам, на! Да, семёрок, вот семёрок фалькон, походу, танкует. Особенно таких вот не очень умных семёрок, которые вообще, блядь, не знаю, куда стреляют, вообще зачем. Ой-ой-ой, БМДшка отхватывает. Ой, отхватывает, ой. СТП. Ладно, я не собираюсь с ними, блядь, там в кушке-мышке играть с ней два часа. Мне, мне надо, мне надо ехать вытанковывать, вытанковывать дамаг. Зир тут пока никого не убил, может у него первый бой на флакончике. Давай флакон, вперёд, вперёд флакон. А, вон, я вижу челленджер, один флакон, он где-то здесь, он где-то здесь. Где-то здесь, вон он, я его вижу. Нет, он на том краю, по-моему. На том краю карты, да, далеко, а здесь вот какая-то восьмидесятка. Я бы, конечно, коммулит включил, но ну их нахрен. Вот, один на двоих вообще, вот как я люблю. Блядь, не пробил, ёптвой. Ой, флакон. Ой, флакозавр, сука. Давай, с критом. Нет, нету крита. 487 дамага. Но меня тоже челленджер не пробил, вообще не знаю, куда он выстрелил, сука. Вот это самая правильная позиция для танка, башню назад и жопой танкуешь. Вот я вот вообще говорю, что, блядь, вот так и надо играть. А челик-то, блядь, без экранов, чё он в борт не пробивается, у него нету экранов. Алё, ёпта, разработчик. Ой, разработчик, ой, халтура, блядь. Чел без экранов не пробился в борт дважды, ёптвою мать. Сука, кто эти игры делает? Я готова. Ну, смотрите. А нахуй тогда вообще эти экраны ставить, я извиняюсь, если он и так не пробивается в борт. Чё не дают, то ёптвою татана. Раньше без этих экранов вообще, нахуй, из ангара, блядь, выезжать страшно было. А теперь вообще пофигу. Так, ну чё, вот я... Ой, блядь. Один раз пробили весь танк в критах, сука. Так, я думаю, что надо 80-ку снимать с пробега. Чё-то она, блядь, борзеет. Не по годам. Херак. Уже 4,5 тысяча я привёз. Там кто-то пытается меня обоссать из своей, сука, гейской автобусы. Визелёк, ёптво. Вот сейчас я, по-моему, попал. По-моему, я попал в него. Так, тут сзади где-то челик ездил. Не приармянился бы он к моей корме. Не притёрся бы он своим стволом об моей булке. Визелёк пытается... Продолжает посылать мне золотой дождь. Ещё кто-то там чё-то, блядь, пердит, блядь, с другого конца карты. Чё за люди? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зажали. Ой, демоны неправославные. Ой, зажимают. Сука, малый угол. Всё, сейчас меня бутербродиком тут схавают. Вся команда, блядь, где-то в жопе. Так. Давай. Не пробил. В задницу не пробил даже лох. Педальный, блядь. Вам ещё. Сейчас я, сука, их... А, гусля порвалась. Сейчас этот сзади-то не промахнётся, наверное. Да, пробил. Петухеньки, блядь. Ну, где команда, ёптвою? Да, ну жопой фалькон не танкует, короче. Танк говно не брать ни в коем случае, пиздец. Команда даунов, нахуй, клинических, как всегда, блядь, попалась. Ну, короче, 5700, в принципе. Да, ну на седьмом левеле, вот если вы уверены, что ваш фалькон будет кидать на седьмой левел стабильно, берите. Но как только вы будете попадать каким-то восьмёрком, вся ваша вот эта блаж бронированная, она, естественно, закончится. Вот, я надеюсь, что моя команда умрёт, блядь, от простатита нахрен, потому что, ну, такие люди, блядь, не должны вообще в игры играть и не должны, не знаю, впрягаться в плуг, блядь, и пахать поле, там, хер его знает. Блядь, ну, пиздец, потому что, ебануться просто. Чё, блядь, за люди? У меня бабуля села бы, сыграла бы лучше, наверное, а она, блядь, из игр видела лапту только нахуй. Блядь, ебанаты. Просто, блядь, где сдохли, чё, куда, блядь, ой, ёпай, блядь. В дезерто, да чё-то, царю, фрагов тоже, фрагов нету, как бы, я хрен знаю, чё он там успел набить. Сейчас этот сдохнет, блядь, последний наш великий оборонец из клана Сурки, блядь. И мы посмотрим после матча. Ой, ёпта, вы посмотрите, какая дуэль, ё-моя. Ну, вообще, на кого ставить, пацаны? Я думаю, сейчас визелёк загрызёт его, блядь. Этот не решается выстрелить, потому что... Ой, ёпта, надж, попал, ничего себе. Целился дольше, чем я хрен его знает. Мне кажется, в Кеннеди быстрее прицелились, блядь. Зачем-то он трахает труп впереди стоящего, блядь, чентавра. Не знаю, может, он пытается ещё одного сделать. Трётся, ездит зад, блядь, это не бот? Вот это не бот? Скажите мне, это не бот? Почему он ездит зад-перёд? У него чё, блядь, лево-право на клаве сломалось? Реально, ай-дэ не работает, что ли? Не, нахуя, я буду ёрзать, ёпта, зад-перёд, зад-перёд. Надеюсь, ты на шишки своего бойфренда, блядь, так же ёрзать будешь. Всё, лопну, наконец-то. Господи, пиздец, на это смотреть даже больно. Чё за команда инвалидов, ебать? Паралимпийские киберспортсмены, блядь, без мозга. Ну да, мы посмотрим, чё там этот Фалькон. Карло Фальконе. Чё-то знакомил, какая-то мафиози, по-моему, был. Сейчас посмотрим, чё он там, сука, вывез. Нам. Не, ну, дерзко, конечно, сыграл дерзко. Давил прям вообще, давил-давил. Как обычно, во время, блядь, загрузки ангара лаги какие-то невероятные. Шесть тысяч дамага я нахрен нашкилял. Дезертот тысяч четыреста. Это, наверное, нет, не наш Дезертот, забейте его ничего. Никто ничего не видел, ничего, ничего. Это всё грязные слухи, это не он. А, у него интернет нет. Так, шесть косарей дамага я вот накидал. Мне за это без премиума дали аж целых сто семьдесят семь тысяч денег. Замечательных денег, сто семьдесят семь тысяч. С пресс-аккаунтом я бы две шестьсот получил. Пиздец. Но, либо доходность порезали в угоду вот этим контейнерам, в которых теперь кредиты выпадают, либо я херу его знаю, потому что, ну, под бустами может выпить тысяч тут, блядь, из боя. При этом я яростно танковал, я яростно танковал. Вы видели, что я был на острие, разведан, и он тысяч шестьсот. Всё, что я настрелял, прочти всё было по своему, собственно, дамагу. То есть, с премиум-аккаунтом и бустами даже пятиста тысяч за бой, в котором я шесть тысяч нахуячил, даже не дают. Ну, короче, стоит ли покупать этот танк? Нахер он нужен за три тысячи рубасов. Вот, когда была распродажа, когда были продажи серии Вольф, тогда продавался Челленджер Вольф седьмого левела. И стоил он тысячу рублей, а не три. Вот тогда и надо было покупать, потому что на Челленджер, на седьмом левеле, принесёт вам куда больше радости и удовольствия. Потому что, ну, восьмой левел, это уже там, ближе к пиксель-хантингу, ко всей этой бороде. Вы не всегда будете попадать к седьмым, будут у вас бои с восьмёрками, где вас будут драть, как Сашу Грей на гэнгбэнгах, блин. И вы просто проклянёте тот день, когда купили этот пылесос. Если когда-нибудь уберут вот эту пробивную зону с вот этой шишки, блядь, на лбу, а её там и быть нахуй не должно, по большому счёту, тогда, может быть, ещё, если вам реально денег некуда тратить, вы не хотите раздавать их нищим, берите тогда, пожалуйста, блядь. А так вы купите, ну, исключительно с целью, что вы будете единственной, или не единственной, а один из немногих вы будете на нём играть, потому что больше дураков, ой, прости господи, больше богатых людей не найдётся, чтобы вот покупать подобные машины за 3000 рубас. Вот опять же, вот, кто успел купить Challenger Wolf, тем более, если у вас есть Challenger Wolf, вам этот Falcon нахрен не нужен. Вот моё мнение, короче говоря. Естественно, я продался, чтобы мне на пресс-аккаунт закинули, даже не на основной, а на пресс-аккаунт мне закинули 2 према, и я, естественно, продался, блядь. И сижу и говорю, что нахуй не берите этот танк, это абсолютно проплаченное мнение, блядь. Вот так вот. И вообще я нахуй играть не умею. Короче, на этом всё. Чё-нибудь там жмите, чё-нибудь там пишите, ну и все дела. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»